Девушки отдыхают И вот что вы увидите в первой части выпуска. Кубок Содружества, приуроченный к празднику Ноурыс. Путин предложил создать валютный союз России, Белоруссии и Казахстана. Об этом президент России сообщил после трехсторонней встречи с участием глав Белоруссии и Казахстана в Астане. По мнению аналитиков, напряженная внешнеполитическая ситуация вынуждает Владимира Путина ускорить этот процесс. К тому же девальвация рубля сделала взаимные расчеты между странами ЕС в долларах дороже. Не говоря уже о том, что Запад постоянно грозится отключить Россию от системы межбанковских платежей. Тема единой валюты не нова. Теперь все упирается в то, смогут ли страны ЕС сделать новую денежную единицу реальным платежным средством. Во-первых, экономические базис объединения почти полностью приходится на Россию. Во-вторых, и российский рубль, и белорусский рубль, и казахстанские тенге переживают не лучшие времена. Чтобы новые деньги были устойчивы от колебаний, потребуются дополнительные ресурсы. Но президент Путин уверен, что валютный союз будет. Думаем, пришло время поговорить и о возможности формирования в перспективе валютного союза. Работая плечом к плечу, проще реагировать на внешние финансовые и экономические угрозы, защищать наш совместный рынок. Аналитики считают, что поддержать новую единицу не как фиктивную валюту, а как обеспеченную сырьем можно. По оценкам экспертов ООН, в мире всего пять государств, которые имеют возможности обеспечить так свои валюты. Это Россия, Казахстан, Белоруссия, ЮАР и Канада. А пока, как признался президент Путин, возможно снижение ВВП на полтора процента. В свою очередь президент Назарбаев сообщил, что лидеры трех государств обсуждали совместный план на время кризиса. А президент Лукашенко признался, что за время кризиса товарооборот снизился. За прошлый и этот год товарооборот прилично снизился, примерно на 15-16 процентов в Евразийском экономическом союзе. Это тенденция нехорошая, хотя мы видим причины. И как раз сегодня, как здесь было сказано президентом России, мы обсуждали эти проблемы и намечали пути выхода из этой ситуации. Президент Путин также сообщил, что Россия будет участвовать в строительстве казахстанской АЭС. Как выразился Путин, Россия работает над проектом строительства первой АЭС в Казахстане. Далее речь пошла о политике. Президент Путин сообщил, что на Украине возможна поэтапная эскалация военного конфликта. Благодаря достигнутым в Минске 12 февраля соглашениям появилась реальная возможность для поэтапной деэскалации вооруженного конфликта. Очень рассчитываем на то, что власти в Киеве будут полностью исполнять достигнутые в Минске договоренности. А президент Назарбаев считает, что выйти из сложившейся ситуации на Украине нужно дипломатическим путем. Мы смотрели на это реалистично. И выйти из сложившейся ситуации на Украине дипломатическим путем военного решения этой проблемы нет. При этом важно, чтобы любые принимаемые решения базировались на фундаментальных принципах международного права. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина оставалась стабильным, независимым государством, территориально целостным. Следующая неформальная встреча лидеров трех государств запланирована на 8 мая уже в столице России. Но до этого правительства по всем конкретным вопросам должны встретиться и принять конкретные решения. Это было предложение президента Казахстана. В Уральске впервые состоялся образовательный форум. В нем приняли участие руководители дошкольных и школьных организаций города. Специалисты обсудили проблемы и успехи в сфере образования. Также в ходе мероприятия между руководителем городского отдела образования, директором Назарбаев интеллектуальной школы и обществом афганцев, был подписан меморандум о сотрудничестве. Более подробно об этом расскажет Марина Горбук. Проведение форума начали с положительных моментов развития образовательной системы в Западной Казахстанской области. Сегодня из 47 директоров школ 20 разрабатывают стратегический план развития учебных заведений. 20 среднеобразовательных школ подключили к электронной системе обучения «Элёнин», основной задачей которой является использование цифровых технологий в системе образования. Об этом в ходе выступления сообщил Аким города Алтай Кульгинов. Особое внимание он обратил на развитие инновационного обучения. Кстати, начался форум с выставки работ молодых учёных. Инновационные знания – это и есть экономический ресурс государства, фактор производства. Казахстан вступает во вторую фазу государственной программы индустриально-инновационного развития. Главная задача для работников системы образования – это зарубежное обучение, повышение классификации и категории, принимать полезный международный и сохранить позитивный отечественный опыт. Модернизация образования – главный вектор развития человеческого капитала. Вот такие основные задачи перед нами поставил глава государства. Специалисты сферы образования могут пройти обучение за границей по программе «Булашак». На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области такая возможность выпала трём учителям. При этом проблема нехватки квалифицированных специалистов всё же остаётся. Учитель – это ключевой фактор, который даёт знания детям, который обращает внимание на духовное становление личности. Зачастую проблемы возникают от неумения организовать эту работу. А организуют данную работу, как обычно, администрации школы, детских садов, внешкольных организаций. Ответственность учителей подчеркнули и депутаты мажориста парламента республики. Сейчас в этом зале находится элита. Вы и есть интеллектуалы, вы и есть те, кто ответственен за будущее нашей страны. Стоит отметить, что в ходе форума был подписан меморандум о сотрудничестве между руководителем отдела образования, директором Назарбаев интеллектуальной школы и обществом афганцев. Подписание меморандума предполагает дальнейшее развитие инновационного обучения, а также повышение уровня патриотизма среди учащихся. Марина Горбук, Дориан Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В этом году на ремонт дорог в Западно-Казахстанской области выделят 6 миллиардов тенге. Об этом было заявлено на пресс-конференции, которая состоялась в областном Акимате. Здесь же было отмечено, что улицы, которые начали ремонтировать в 2014 году, завершат в этом году. Также подрядчики устранят многочисленные недоделки, которые видны невооруженным глазом. Приоритет в дорожном строительстве сейчас отдаётся дорогам, связывающим Уральск с районными центрами. До сих пор 4 района не имеют дорог с чёрным покрытием, ведущих в областной центр. В прошлом году велись работы по строительству дорог к Каратобе и Чингерлау. В этом году продолжатся работы по направлению к Жангале. В текущем году мы начинаем средний ремонт этих же направлений. По направлению райцентра Каратюбинского района, от Аксаев в сторону Чингерлау, с нулевого по 51 километр. И, как я уже говорил, завершить 14-километровый отрезок на автодориге Чипаев-Жангала. В текущем году выделены средства в размере 6 миллиардов тенге. В областном центре насчитываются 583 улицы протяжённостью 580 километров. 51% из них до сих пор не заасфальтированы. В этом году запланировано отремонтировать 36 километров автодорог на 3,5 миллиарда тенге. На этот год сделают почти 3,5 километра проспекта Достык, улицу Ихсаново, завершат работы на улицах Алматинская, Шубино, Чкалово, Байтурсыново, Косталовское, Некрасово, Лермонтово и Искалиево. Также в планах ремонт путепроводов через реки Чиган и Урал и трассный аэропорт и посёлок Деркул. Возможно, будет мост перекрыт на какое-то время, потому что для этого, раз мы взялись за ремонт моста, то его надо капитально, основательно сделать, чтобы там никаких недоделок в этом вопросе не было. В целом мост, ведущий на Деркул через Чиган, он конструктивно как бы безопасен. У него основные конструкции, они все не находятся там в таком состоянии, которое бы вызывало сомнения. Но вот отдельные элементы надо будет укреплять и ремонтировать. Также в этом году продолжится работа по благоустройству дворов. В этом году нами подготовлены проекты на 38 дворов. Вот сейчас проекты на стадии выхода уже находятся. Большинство из этих проектов прошли государственную экспертизу. И мы надеемся, что будем решать этот вопрос и дальше по мере поступления, выделения средств на эти цели. На брифинге сообщили, что одна из компаний ТО Айдана, которую возглавляет депутат городского Маслихата, Витя Камерханян, признана недобросовестным подрядчиком. И она не сможет участвовать в тендерах по строительству дорог. Роман Копняев, Айбулат ЖГПар, Александр Грабарев, ТДК-42. Прокуратурой Западно-Казахстанской области переданы суду двое мужчин, совершивших хулиганство, окончившиеся покушением на умышленное убийство. Также в надзорном органе поддержали ходатайство следователя о заключении под стражу одного из подозреваемых, который совершил особо тяжкое преступление. Абишев и Исмуханов обвиняются в том, что 4 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле кафе Томаша города Уральска по Срымдату, в ночное время, нарушая общественный порядок, учинил драку с двумя потерпевшими. При этом Абишев ножом нанес ранение одному из них, после чего, догнав потерпевшего, пытавшись скрыться от нападавших на такси из хулиганских побуждений, нанесли 6 ударов ножом в область живота водителю такси. Благодаря своей временно оказанной помощи потерпевшим сохранена жизнь. В Казахском драматическом театре полным ходом идет подготовка к премьере спектакля «Троя Арулара» по произведению греческого драматурга Еврипида. Для постановки спектакля приглашен известный казахстанский режиссер Куанды Касымов. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Произведение древнегреческого драматурга было написано еще до нашей эры. В нем автор описывает второй день после взятия Трои. Трагедия повествует о том, как победители греки берут в плен женщин-троянок. В сегодняшней постановке режиссер также отражает насилие над женщинами, но уже в современной жизни. Еще в древности постановки этого драматурга считались одними из лучших. Наш казахстанский поэт Кайраджу Могалиев смог профессионально перевести эту трагедию на казахский язык, сохраняя при этом смысл. В дальнейшем с этим спектаклем мы планируем выйти на международные конкурсы. То, что отражено в постановке, имеет место в сегодняшней действительности. Об этом свидетельствуют сцены спектакля. Премьера спектакля состоится 27 марта, в Международный день театра. Марина Горбук, Дурен Досимбиев, Александр Грабарев, ТТК-42. Грядущий праздник не обошел стороной и самое народное госучреждение. В преддверии науры за сотрудники уральского цона накрыли праздничный дарстархан для всех клиентов, побывавших там сегодня. А вот граждане смогли отведать такие национальные блюда, как науры с кужей и баурсаки. Подробнее в сюжете. В преддверии праздников в Уральском центре обслуживания населения было людно. Горожане торопились закончить дела до наурыза и всех выходных. Однако праздничного настроения рабочая атмосфера не сбила. Наурыз – это праздник весны, благоденствия, обновления. Пусть процветает наш Казахстан. Сегодня мы каждый год по традиции отмечаем такой праздник в преддверии наурыза. Мы всегда накрываем стол для наших услугополучателей. Каждый посетитель в ожидании своей очереди на получение справок смог насладиться шедеврами казахской национальной кухни – баурсаками и науры с коже. Сами же горожане отметили, что поделиться ощущением праздника с каждым клиентом сотрудники ЦОНа смогли. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, успехов в этом празднике, чтобы были у вас счастливые и желанные мечты, чтобы у вас было все хорошо. Так же, как и вся страна, сотрудники ЦОНа завтрашнего дня уйдут на выходные. Правда, к работе вернутся они немного раньше остальных казахстанцев, уже в следующую среду. Так что, кто не успел получить справку или оформить документы до наурыза, смогут это сделать в последний выходной день. Антон Кюселёв, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Весенний праздник наурыз отметили сотрудники УВД города Уральск. В честь праздника они испекли баурсаки, сварили наурызскую же, одели национальные костюмы и продемонстрировали казахские народные обряды. Праздничное настроение получили все гости мероприятия. Как известно, одной из главных традиций празднования наурыза является богатый дастархан. Полицейские приготовили несколько национальных блюд. Главным угощением на праздничном дастархане стал наурызской же. На празднике звучала музыка, в воздухе витал аромат свежей выпечки. Ведущие мероприятия особенно тепло и по-весеннему рассказывали всем гостям национальные традиции и обряды встречи праздника. Данный праздник заключается в том, чтобы показать единство Казахстана, народу Казахстана, которые проживают в республике. Ежегодно мы все сотрудники УВД, УДВД ежегодно празднуем данный праздник. Это гласит о том, что мы все дружные и у нас вот шикарный стол накрываем, у нас все проходит ежегодно великолепно, все хорошо. Такой дастархан сотрудники полиции накрывают каждый год. После угощения традиционным блюдом наурызской же был продемонстрирован казахский национальный обряд тусау-кису. Все происходящее, конечно же, поднимало настроение гостям. Именно такую цель ставят сегодня перед собой все предприятия города в преддверии праздника. Пользуюсь случаем поздравить всех жителей Западно-Казахстанской области, города Уральска с наступающим праздником наурыз Мирома. Желаю всем здоровья, крепкого счастья, всего благополучия. Хотелось бы отметить, что сегодня подобные праздники проходят во всех городах. И это еще раз свидетельствует о том, что наурыз стал одним из самых любимых праздников в Казахстане. Олег Великий, Алтамбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске проходит международный турнир под Хэквондо – Кубок Содружества, приуроченный к празднику наурыз. В соревнованиях принимают участие дети и юноши до 17 лет. Наш корреспондент Анна Мардвинчева побывала в спортивном зале и посмотрела на боевое искусство. На соревнования участники приехали с таких городов, как Ак-Тюбе, Атерау, Сызрань, Уфа, Самара, Ульяновск, Октябрьск. И выступают командой города Уральска. Всего 174 спортсмена. Это наш третий международный турнир на Кубок Содружества между Россией, Казахстаном и Белоруссией. Но в этот раз белорусы не смогли, у них там тоже проходят состязания, рейтинги, состязания, они не смогли к нам подъехать. Участвуют всего 12 команд. Спортсмены из ближнего зарубежья уже не первый год приезжают к нам в город на междугородний турнир. И с каждым годом команд из России становится все больше и больше. 28 человек привезли команду. То есть у нас получилось три команды. Цызрань, Самарская область, Октябрьск, Самарская область. И третья, это рядом соседняя область, Ульяновская. На самом деле хотелось бы сюда приезжать. Ребята здесь сильные. Вы сами видели, да? Здесь такие поединки прям захватывающие. И нравится сюда ездить. На Даян, так именуется борцовский ковер, сегодня выходят не только мальчики и юноши, но еще и девочки. Восьмилетняя Анна Шинкова сегодня заняла первое место в этом турнире. Соперница у нее оказалась сильная, и Ане пришлось попотеть на Даяне. Но все-таки она оказалась сильнее спортсменки в синем шлеме. Я занимаюсь два года. Выиграла потому, что была сильнее. Я дальше планирую заниматься этим видом спорта. Потому что я хочу добиваться побед. Как отметил президент Западной Казанской Федерации по тэквондо Сакен Мудатов, в нашей области этот вид спорта развивается стремительно. Желающих познать боевое искусство достаточно, особенно среди подрастающего поколения. Однако загвоздка в том, что тренеры сами еще, можно сказать, юнцы. А поэтому опыт наставников у них еще небольшой. После этого турнира наши спортсмены будут готовиться к спорта-киаде народов Казахстана, которая пройдет уже в мае этого года. Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Поздравляем вас с праздником на УРЭС, желаем добра, успехов и просветания. И хорошего вам праздничного настроения. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Сити-Центр» Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр» Редактор субтитров А.Семкин